Продолжение следует... 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 Вот такой вот сценарий То же самое делает эта девушка Или вы закачиваете всю энергию в звуковую волну Значит, ответ такой Значит, на самом деле Что в отличие вот этой девушки от этих звуковых колонок Эти звуковые колонки, они не увеличивают объем Там просто диффузор вот ходит До звуковой скорости, вза, вперед И вся эта энергия с большой эффективностью переходит в звуковые волны А что делает девушка? Девушка надувает пузырь и постоянно надувает Если бы она его вздувала и надувала Она могла бы стать эффективным излучателем звуковых волнов А поскольку она только его раздувает Темпы расширения пузыря падает И эффективность генерации звуковых волнов падает При этом, если мы примем такую концепцию Что пузырь раздувается до тех пор, пока сила Архимеда не уводит его А сила Архимеда может только обеспечить дозуровые или транзвуковые течения Это означает, что большую часть жизни пузырь раздувается за свой звуковый волнов Поэтому концепция, которую мы предложили Что вся энергия на самом деле идет в эти пузыри И вот то, что мы можем оценить энтеропию такого пузыря Вот то, что с этой стороны мы можем измерить Давление, меряем объем А с этой стороны стоит полная энергия, закачанная в ядру Вот если мы это сказали, теперь мы можем сказать А с какой эффективностью вся эта энергия перейдет в газ? Значит, это определяется не каким-то конкретным физическим процессом А она определяется чисто законами сохранения Вот смотрите, мы создали пузырь здесь, заполненный антиристской плазмой Пусть этот пузырь пройдет несколько высот однородной атмосферы И попадет в область давления гораздо ниже Тогда что мы видим? Что для частиц, которые внутри пузыря А все это сильно, это звуковое, это активистские частицы Значит, давление снаружи упало Все частицы, количество частиц сохранилось Но все частицы теперь имеют маленькую энергию За счет этих элитических потерь Значит, все, эта энергия исчезла куда-то Эта энергия, на самом деле, перейдена в газ И мы можем сказать, что независимо от того Ядский газ, не ядский газ Вся эта энергия должна перейти в газ С эффективностью порядка 100% А вот уже детали, что тут будет вокруг Зависит от того, как устроена микрофизика Вот, таким образом, значит, простейшая модель Выглядит следующим образом Что энергия сверхпассивной черной дыры Переходит в энтальпию пузыря 100% этой энергии перейдается к газу Ну и дальше начинаются спекуляции Что в процессе подъема Этот пузырь возбуждает внутренние волны Возбуждает турбулентность А в итоге эта турбулентность диссипирует И нагревает газ Вот такая концепция Ну и вопрос, как это проверить Значит, мы хотим проверить эти два пункта Ну, естественно, мы хотим измерить скорости газа Которые есть в этом скоплениях Мы хотим посчитать, имея скорость газа И характерный масштаб тему Эмульсипации турбулентных движений И проверить, что вот те возмущения, которые создают пузырь в газе Совместимы ли они с гипотезой о том, что мы имеем дело с дозуковой турбулентностью Ну давайте начнем с измерения скоростей Значит, существуют прямые способы измерения скоростей Которые используются, вот например, эффект Допплера И, значит, вот есть мнение, что в следующем году с запуском Астралиич Вот эта же методика будет применена к скоплению И все скопления, у которых скорость превышает 200-300 км в секунду, будут оштрафованы Вот, значит, это прямые измерения эффекта Допплера по сдвигу линий Значит, сейчас мы этого делать не можем, потому что не хватает энергетического разрешения Но мы можем использовать непрямые методы Вот, например, вы видите здесь две картинки То есть я не вручаю заточность оценок Но вот здесь столкновение скорости автомобиля легла примерно 60 км А с той стороны примерно 150 км Значит, что является, что может служить таким непрямым способом измерения скоростей в скоплениях Ну, это, на самом деле, градиент тропии, который в них присутствует Вот, давайте посмотрим на два стакана воды Это стакан воды, прозрачный Значит, ясно, что здесь есть движения Но на самом деле движения такие дозвуковые Что увидеть изменения плотности, связанные с сильнодозвуковыми движениями И такой солидальной турбулентностью Почти невозможно Мы видим, вода как будто прозрачная, ничего не замечает А в этом стакане исходный был градиент краски И все движения неожиданно стали виденными Вот в скоплениях за счет того, что присутствует градиент тропии И как только мы начинаем возмущать поверхность одинаковой энтропии Поднимаем кусок газа И газ с неправильной тропией оказывается в неправильном месте При этом все дозвуковое, поэтому давление это гладкое А вот энтропия оказывается разная И мы тут же видим флуктуации плотности и температуры этого газа Значит, вот раз это так Значит, если есть действительно градиент энтропии И все движения медленные Можно прямо показать, что в простых предположениях Есть прямая связь между наличием турбулентных движений И флуктуациями плотности Значит, если мы размешиваем газ большой ложкой На масштабах На таких масштабах, что частота обращения вихря Меньше, чем частота блютовой сала То оказывается, что во всем диапазоне масштабов Это уголовые числа, то есть масштабы А это спектр мощности, скажем, скорости Или флуктуации плотности Они связаны простым соотношением Что спектр мощности скорости Значит, или амплитуда скорости Деленная на скорость звука Фактически равна амплитуде относительно флуктуации плотности Значит, на маленьких масштабах Она обеспечивается просто переносом пассивного скаляра А на больших масштабах Это обеспечивается борьбой Тубулентных движений с силой архивии Если это так, то задача практически решена Потому что вот это мы померить напрямую не можем А вот это можем Потому что флуктуации плотности Это именно то, что мы видим на изображениях В виде мелкомасштабных флуктуаций Значит, что мы делаем? Мы берем изображение Ну, скажем В соответствии Персея Мы строим спектр мощности двумерной вот этой картинки Ну, там, с небольшими вариациями Преобразуем его в трехмерный спектр Предполагая, что спектр возмущений изотропный Это нам дает Ничто иное, как Спектр мощности флуктуации плотности Умножаем на 1 И получаем спектр мощности флуктуации скорости Деленный на скорость звука Извините, а почему не какая-то мах-квадратная? А, мах-квадратная будет Сейчас Это соленоидальная турбулентность Вот если у вас есть звуковые волны Или с большим махом турбулентность У вас, конечно, будут области сжатия и разрежения Если вы смотрите Давайте возьмем правление Пермули И посмотрим, для соленоидальной турбулентности Какие будут вариации плотности Они будут продолжать квадрату маха Мах у нас маленький И эти вариации очень малы Именно поэтому нам нужно что-то Градиент какой-то причины Чтобы мы начали видеть все эти флуктуации То же самое вот с этим стаканом То есть В этом стакане тоже присутствуют флуктуации плотности Но они как раз пропорциональны квадрату маха Мы их не видим Итак, мы можем взять и померить спектр мощности флуктуации плотности И преобразовать вот тут же спектр мощности флуктуации плотности Вот это показано на этом рисунке Это волновые числа в обратных килопарсеках А это типичные амплитуды скорости И вот эти вот измерения, которые в двух ярчайших скоплениях галактик, которые мы сделали Ну а для сравнения вот это Толмогоровский спектр Но я тут хочу заметить, что тот факт, что на ограниченном диапазоне частот Что-то напоминает Толмогоровский спектр Не означает вовсе и не доказывает, что мы имеем дело с Толмогоровской турбулентностью вообще Но с другой стороны мы можем сказать, что это в самом консервативном случае Ставит верхний предел на присутствие такой турбулентности А в самом патистичном случае мы действительно имеем дело с Толмогоровской турбулентностью Значит, вот мы померили скорости порядка сотен километров в секунду Это одномерная компонентность скорости в зависимости от масштаба Ну и давайте предположим, что это все-таки Калмогоровская турбулентность Если это Калмогоровская турбулентность, мы знаем, что замечательное свойство Что поток энергии с больших масштабов на маленький Он один и тот же везде на инновационном масштабе Поэтому мы можем взять любую точку этого спектра И померить поток энергии, который идет через нее Нам совершенно все равно, где находится область накачки И нам совершенно все равно, где находится область диссипации До тех пор, пока они расположены вдали от того, на что мы смотрим Значит, если это сделать, то получается такой замечательный результат Значит, это измеряемый спектр мощности Это темп диссипации Это мунобое число, это Калмогоровская константа Значит, это мы меряем, это константа, это мы знаем Значит, мы можем померить темп диссипации И вот то, что показано на этой рисунке Это соотношение темпа диссипации по этой оси От темпа охлаждения для различных колец На разном расстоянии от центров двух скоплений галактики Значит, охлаждение определяется вот такой простой формулой Куб скорости, делённый на масштаб, умножить на плотность, умножить на негативную константу Вот если бы везде соблюдался точный баланс Вот это должна была быть прямая степень Вместо этого точный баланс не соблюдается Но по порядку причины соблюдается Тут надо учесть, что на самом деле определить точно Измерить точный темп нагрева чрезвычайно сложно Потому что в частности из кубической зависимости от амплитуды скорости То есть вы ошибаетесь в два раза скорости Вы в восемь раз ошибаетесь в темпе нагрева С моей точки зрения в пределах порядка величины вы действительно согласуетесь Поэтому можно сказать так, что возмущение, которое мы видим из катастроения галактик По крайней мере их амплитуда совместима с предположением Что скорости, которые создают эти возмущения Способны полностью конвенсировать потери газа на амплитуде Ну а теперь давайте попробуем как-то проверить Совместим ли вся эта картина с тем, что мы имеем дело с дозуковой гуглентностью И всех ситуаций, которые мы видим Это в своей основе не звуковые волны А именно возмущение к потенциальной поверхности То есть по сути внутренние волны Значит, во-первых, мы знаем, что есть разные возмущения Которые присутствуют в среде Ну, например, вот если есть пузыри лентильской плазмы Которые просто, они по давлению сидят На том же давлении, что окружающиеся следа Они просто выпихнули газ Двестили газ из какой-то области С точки зрения рентгеновских наблюдений Мы просто будем видеть уменьшение поверхности яркости в этом направлении И мы, скажем, проинтерпретируем это как падение плотности в этом направлении А температура останется неизместной Поэтому, значит, наблюдатели, которые будут смотреть на пузыри галактической плазмы Никакого рентгена этих пузырей нет Они все светят правильно Светят в рентгене, светит только тепловой газ Увидят, что есть возмущение плотности, но нет возмущения температуры Извините, еще, походу Разве масштабы, почему тут уже никакого честа нет? Да, масштабы здесь Значит, вот, вот, видите, вот эта палочка Это гелопарсеп, совершенно верно Да, это гелопарсеп, скейл, чат То, что называется, вот эти пузыри, это внутренние пузыри Но есть гораздо большие пузыри, которые были произведены раньше Которые отрывались, ушли А вот то, что здесь, оно еще надувается Значит, есть звуковые волны, для которых, если мы пренебрежем теплопроводностью и прочими сложностями Есть просто алиматическое уравнение состояния Поэтому, если мы видим, например, мы знаем, что это звуковые волны Или слабые шоки Для них мы знаем, что плотность здесь не решается И мы ожидаем, что температура должна пойти вверх А если мы имеем дело с внутренней дозвуковой волной Мы ожидаем, что все будет давление будет гладкое Все сводится к возмущению энтропии Это означает, что если у нас есть возмущение плотности То возмущение температуры должны быть просто с обратным знаком Чтобы скомпенсировать, чтобы давление было гладкое Это все не истинное технологическое уравнение состояния Это наблюдательное уравнение состояния Которое мы видим и пытаемся интерпретировать Как это можно сделать Мы должны просто взять и попытаться померить эти флокуации И померить, какой коэффициент пропорциональности стоит между флокуациями плотности и температурой Но это легко сделать На самом деле потому, что мы знаем, что поток Это пропорционально, это тормозное излучение Это пропорционально квадрата плотности и излучательной способности плазмы Которая функция температуры Ну, значит, мы предполагаем, что плотность подвержена малому флокуациям И температура подвержена малому флокуациям Которые связаны с ситуацией плотности через вот это эффективное уравнение состояния Тогда мы для любого, для вариаций потока в любом энергетическом диапазоне Можем просто предсказать соотношение между амплитудой флокуации плотности И вариациями относительной вариацией потока Значит, вот мы теперь можем написать те же самые формулы Для трех типичных уравнений состояния Из термического, агематического, изобатического и агематического Ну и предсказать флокуацию амплитуд И вот этим занималось много людей Ну и в том числе мы сейчас занимаемся Но я хотел вам показать, как это все работает в реальности Случайность Вот, значит, мы написали выражение Как выражаются амплитуды в флокуации потока в зависимости от флокуации плотности Значит, связь определяется тем, как зависит излучательная способность плазмы от температуры Значит, вот то, что здесь показано, температура газа А это излучательная способность плазмы Это просто броншраун и линии Как функция температуры В разных диапазонах Например, вот эти голубенькие кривые соответствуют мягкому диапазону Диапазон меньше, чем 2 кэта И то, что вы видите, что независимо от температуры Излучательная способность в этих диапазонах энергии практически не зависит от температуры Это замечательно, потому что это именно это позволяет измерять, например, полную массу бурьонов в скоплении Не зная температуру То есть даже ошибаясь сильно в температуре, можно хорошо померить массу бурьонов Значит, вот Значит, эта производная, которая входит во все выражения В эгоистическом производной излучательной способности по температуре, она равно нулю А если мы возьмем более жесткий диапазон То тогда там будет положительная корреляция между излучательной способностью и температурой Просто потому, что если мы смотрим всего на больших энергиях И берем холодный газ, то он вообще не светит в этом диапазоне По мере того, как мы увеличим температуру, все больше поток регистрируется на больших энергиях Значит, это можно сделать и можно просто предсказать А какие будут для различных законов уравнение состояния Какие будут соотношения между относительными амплитудами инфляции потоков в двух диапазонах Вот, например, здесь два диапазона От 0,5 до 3,5 клефт И от 3,5 до 7,5 клефт Если уравнение состояния адиоматическое Это означает, что амплитуда в жестком диапазоне Для этого будет больше, чем амплитуда в мягком диапазоне Потому что одновременно с плотностью возрастает температура Если уравнение состояния изоборическое, то будет обратная ситуация В мягком диапазоне амплитуда будет больше, чем в жестком диапазоне Если истремическое уравнение состояния, амплитуда одинаковая Например, для галактики 87 все это должно происходить, вот на типичной температуре 2 кэма, вот на сколько должны отличаться разные процессы по соотношению облюдения. Для скопления садлитий перселия, вот примерно на этом уровне, температура 3-4 кэма в центре скопления, вот на сколько должны отличаться эти температуры. Значит, как мы теперь можем это сделать? Практически, вот у нас есть скопление, берем два диапазона, вот у нас полный профи поверхностной яркости, вот с каким-то возмущением, делим вот эти картинки на какую-то гладкую модель, чтобы убрать глобальный профи, у нас остается вот такая структура, вот такая структура, ну и просто сравниваем их амплитудой. И из соотношения амплитуды мы сразу можем сказать, а какой это процесс? Значит, вот берем два изображения, да, замечательно, как раз уложусь. Два изображения, это возмущение поверхностной яркости в скоплении в созвездии галактик Персии, это мягкий диапазон, это жесткий диапазон, но вы видите, картинки похожие. То есть все те же самые структуры присутствуют и здесь, и здесь. Однако амплитуды у них немножко разные. Ну, например, вы видите, здесь эта структура поярче в мягком диапазоне, чем в жестком диапазоне. Ну, а какие-то другие структуры, например, имеют знакную яркость. Значит, как я уже сказал, что мы точно можем предсказать, какое соотношение между амплитудой и структурой должно соблюдаться, если процесс, соответственно, определенного уровня не стоит. Если это так, мы можем взять и вычесть одно из изображений из другого, домножить второе изображение на просто коэффициент, который мы знаем, чтобы полностью убрать из изображения все фруктуации, которые соответствуют сравнению состояния определенного типа. Ну, давайте это сделаем. Вот это вот изображение созвездия галактика Персии просто в мягком диапазоне, вы видите много всяких структур. Давайте сделаем так, чтобы мы убрали все избаические структуры. Все, что соответствует, скажем, внутренним волнам, мы должны убрать. То есть, вот как это работает. То есть, мы берем те самые два изображения и дальше складываем их с коэффициентом таким образом, что все структуры, которые соответствуют избаическим возмущениям, должны исчезнуть. Вот то, что вы видите, вот здесь, вот эта вот спираль исчезает, это значит, что она просто избаическое. Все мощные структуры, которые исчезают, они, так сказать, на самом деле избаические. Вместо этого остается два молодых пузыря и два старых пузыря. И область увеличивающегося давления, которая связана просто с областью сжатия вокруг расширяющегося пузыря. Давайте сделаем то же самое в галактике 87. Вот опять изображение в мягком диапазоне, здесь много разных структур, пузыри, ударная волна, а вот это вот, мы думаем, что эти структуры, это как раз возмущение нейтропии при постоянном давлении. Значит, давайте тоже сделаем ту же самую картину. Мы просто берем два изображения, вычитаем друг из друга с определенным коэффициентом, который мы знаем, и мы видим, что неожиданно вот все эти структуры исчезают. И мы видим круглую картинку, это не что иное, как ударная волна, ну и остатки пузырей, которые тоже не убираются. Значит, вот есть эксперимент, можно провести для любого, наберем задное уравнение состояния и убрать, хотите пузыри, хотите структуры алиматические, хотите изоборические. И все это работает. Ну, это, конечно, чисто демонстрация, а реально, то, что мы должны сделать, вы должны взять изображение в двух диапазонах, посчитать спектры мощности, или, то есть, взять фу-е от одного, взять фу-е от другого, посчитать спектры мощности и кросс-спектры мощности. И тогда в вашем распряжении будет две причины. Одна кахиленс, которая проверяет, насколько хорошо одно изображение повторяет так далее. Если эта кахиленс, порядка единицы, означает, что доминирует только один процесс, то есть не, например, ударные волны и внутренние волны, а только ударные волны или только внутренние волны. И вот если эта величина порядка единицы, то вы можете определить процент пропорциональности, то есть, вы можете определить выполнение состояния, просто из деля один спектр мощности на другую. Ну и это, собственно, было сделано для, опять, галактики М87, в работе Патрица Ревала, и в скоплении галактик Сатрики и Персея, в работе Ирины Журавлевой. И вот, значит, давайте возьмем, например, Персей. Значит, вот эти спектры мощности, это мягкий диапазон, это жесткий диапазон внизу, а это кросс-спектр. Кахиленс, ну, близко к единице, и соотношение между спектрами мощности говорит о том, что это чисто изоборический процесс. Есть, конечно, вклад небольшой в виде какими-то точными диапазонами других процессов, но основную долю в энергию, в наблюдаемые флактуации изображения, вносят именно изоборический процесс. Но я пропущу это и перерываю выводом. Как я сказал, что, значит, осталось до 12 февраля не так много времени, чтобы спекулировать, поэтому, значит, мои спекуляции и предсказания вот написаны здесь. Есть, мы ожидаем, что было найдено скоростью порядка 100 квадратов в секунду на масштабе порядка 10 киломатрах в Терсии. Мы говорим, что это достаточное для нагрева газа. Мы ожидаем, что тенденциальной скорости окажутся больше радиальных, то есть это внутренние волны, по сравнению с поислическими ударными волнами. И ожидаем, что кинетическая энергия составит примерно 5% от тепловой. Вот все эти аргументы, на самом деле, в пользу медленного и печального сценария нагрева, без ударных волнов, реально просто медленного механического нагрева. Но, естественно, это нужно все проверить на результатах строительства. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Если вы просто возьмете сферу стеклянную, которая не информированная, она будет двигаться со скоростью примерно по скорости звука, и еще уменьшающейся, потому что чем больше... Значит, если сфера имеет размер, примерно высоте от теплосферы, она будет двигаться примерно со скоростью звука. Если уменьшается размер сферы, то как кореневым образом уменьшается ее скорость по сравнению со скоростью. Проблема в том, что это не твердая сфера, а она может деформироваться и, в принципе, может разорваться. И гидерномические симуляции без магнитного поля, которое вы как-то сдерживали, они показывают, что все это разрывается после пересечения одного динамента. То, что мы видим, они могут пройти дальше. Какая их дальше судьба, мы на самом деле не знаем, потому что электронные симуляции и помирают, мы не видим, что с ними происходит. Но сейчас надежда есть, что Лафар скажет какие-то детали. До сих пор ничего такого прорывного не произошло. А сама галактика, например. Я вас спрашиваю, есть еще вопросы о времени ослабления. Хорошо, вы говорите. Два вопроса мы зададим комберт, потом вы найдете. Жень, подожди, пожалуйста, мы можем, в первый раз, нам же все смеяли и делали. Как известно, делали и старые компоненты, которые культурированы совсем. Наживаются целью, но вообще эти компоненты отрываются, но на самом деле они продолжают подтачиваться. Это вопрос очень тонкий. Остается ли канал подкачки энергии от ведра к данным компонентам? То есть, обсуждался, обсуждался, но на самом деле доказательств того, что это происходит, нет. Единственный серьезный аргумент, это время жизни электронов. Больше других целей. То есть, отрывы увеличивались, отходя от галактики. Поэтому, скорее всего, потери есть существенные. Потери есть существенные, но всегда возникает такая вещь, что синхотронное время, как правило, оказывается очень часто короче, чем в динамическое время. Поэтому вопрос здесь всегда есть. То есть, мы считаем, что, тем не менее, в большинстве случаев, после того, как кузырь оторвался, он уже не подкачивается. А данные, что это не так? Ну, я бы не сказал. Но мы всегда можем поговорить о деле. Я обязательно нужно прорвать. Алексей Финогенов, который... Да, Жень, почему раньше по нему уже считаешь, что у тебя возникает... Что поддержать балмазовыми трупотерами по излучению и нагреву? За счет чего? За счетами, конечно. Нет, ну это тоже, так сказать, отдали. Сейчас, давайте. Давайте я. Покажу. Да. Так, а ответ это тоже, который оттуда у нас не будет. Я понимаю, да. Вот. Значит, ответ такой, что в самом простом случае, значит, цвя пассивная черная дыра сидит на дне потенциальной ямы. Да, и если мы в самом простом случае предположим, что темп окреции регулируется темпом окреции Бонди, то темп окреции Бонди обратно в пропорциональный энтропийного индекса гаджа в степени минус лифта. Значит, теперь у нас сидит что-то в темп окреции цвя пассивная черная дыра, на которой определяется самой низкой энтропией, которая есть в системе. Просто потому, что цвя пассивная черная дыра сидит на самом дыре. Поэтому, если где-то газ охлаждается, энтропия пойдет вниз, и этот низкой энтропийный газ всегда упадет туда, на черную дыру. И он заставит ее нагревать этот газ. Это уже достаточно старая концепция. Никто, на самом деле, не знает, действительно ли это окреция Бонди или что-то другое. Но вот что-то подобное, замкнутая, отрицательная связь, вот она присутствует через окрецию. Пока следующие докладчики готовятся, можно еще один вопрос от Миксея. Ответ такой, что, в принципе, поскольку вы говорите о газе, который гораздо более плотный, чем разреженный газ, просто просто давление примерно одинаковое, а температура отличается еще раз. Здесь четвертый раз. То есть, то этот газ, в принципе, не обязан следовать всем движениям газа. Вот то, что он обязан следовать, если действительно эти филаменты и структуры формируются за счет подъема этих пузырей, то вот эти скорости должны отражать характерные скорости движения этих пузырей в атмосфере. То есть, насколько я знаю, типичные скорости оказываются порядка 300-400 километров, побольше. Это примерно соответствует тому, что мы ожидаем от такого движения за счет силы Архимеда. Ну, на этом я предлагаю закончить дискуссию. Спасибо. Следующий доклад Евгений Александрович Васильев рассказывает об эволюции двойных сверхмассивных черных. Спасибо. 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 Если сравнивать величину направления векторопонализации и направления радиовыброса, точно такие же работы делались по сравнению направления векторопонализации и ориентации дисковой структуры в центре. То получается, что сейфер-1 галактики, напомню, что это галактики широкими сольными линиями, и сейфер-2 разделяется вот в такой диаграмме по разным областям рассеяния. Итак, типичные значения поляризации в типовых ядерах, которые мы исследуем, в секторских галактиках, и в радиогалактиках нет, а в типах верлоцерта, от полупроцента до двух процентов, в верлоцерта, в которых переменные показывают поляризацию в континууме, до сорока процентов. Значит, ориентация в общем-то имеет значение. Как? Пять лет. И один из главных вопросов при исследовании поляризации для наблюдателя. А, собственно, откуда возникает поляризация? Внутри или снаружи? Внутри это масштабы меньше киопарсека, это внутри тонуса. Там возможны механизмы переноса излучения в оптической тонком бишке, с синхрохронным излучением флета, и кроме растения, кроме широкого порта. И непосторожно, рассеяние на газополевом торе или полносиионизации. А, вот я хотел показать вам эту из литературы известную картинку, где демонстрируется, что для известной галактики 1068 у нас... Это прямо на ХСТ снятое рассеяние на полносиионизации. Очень хорошо можно проследить указанную структуру и рассеяние на ней, так называемое полярное рассеяние, и в основных прямоублочных структурах. Это просто как помогает поляризация в отдельной рассеянии структуре. И примечательно то, что в поляризованном свете у этой галактики видна широкая линия картинка. Сельфер-2 превращается в сельфер-1. Вот эту картинку я много раз показывал. Я напомню, здесь я попытался на этой картинке изобразить самые разные шкалы, разные масштабы активной области внутри торуса, и что в результате мы видим. Сельфер-2 мы смотрим сбоку и всегда видим полярное рассеяние. В этом случае литератический вектор будет перпендикулярен на свете. Вот в этом диапазоне мы будем видеть сельфер-1 галактики. И мы можем видеть рассеяние от внешних частей, либо внешних частей БЛР, либо это внутренние части торуса, и будет так называемое витериальное рассеяние. В этом случае литератический вектор будет идти до России. Наконец, коренос в коррекционном диске даст тоже поляризацию с вектором до России. И в случае, если была коррена плотня, мы будем либо непосредственно литерат, либо прямой единицы коррекционного диска. Значит, вот итог для наблюдателей. У меня поляризация в объекте, там целый зоопарк разных объектов, она будет зависеть от наклона и размера области поляризованного излучения. И вот, собственно, эти мотивы руководили нами, когда мы последние 10 лет, а мы это, я понимаю, нашу команду и команду регенерации здесь, руководители, где люди никого не свидетельствуют, руководствовались при наблюдениях нашей стимулировкой республики. Вот первая работа по исследованию поляризации в континууме, по спектрополемитрии, идея работы, основанная на работе Гелина и Силантьева, немного отступает. Если мы считаем, что наблюдаемая академия поляризации формируется в аффекционном диске, она не должна зависеть от дженеологии. Наблюдаемая политическая зависимость показывает, что мы видим достаточно сильную корреляцию между параметром поляризации и массой черной дыры, что прямо указано на том, что где-то вверх формироваться. И при небольших мокритических полях возникает оптическая мизотропия в аффекционном диске и эзофародейского вращения плоскостью поляризации на облине полных пробеговских патонов. И это может приводить в достаточно сильную зависимость и степени поляризации дыры в облике. Вот, наверное, это первая работа, которая была сделана по спектрополемитрии в достаточно широком диапазоне длинков. До сих пор она делась только в линии. А вот что происходит с размером? Размер мы можем узнать только одним способом, используя методы эфротактирования. То есть изучая запаздывание излучения, которое идет в непрерывном фотоспекте, как запаздывает переменность по гризонам в континенте, либо в линиях. И достаточно подробно нам были изучены две галактики. Это все, что с галактикой Мартариан 6. Был сделан спектрополемитический мониторинг в течение практически более чем двух лет. И оказалось, что размер области по ревизионным картинам около двух дней, а размер при этом области обозвания широких линий по запаздыванию потока Варшаве около двести двух дней. Более того, наблюдается вековое изменение поляризации в линии на времени около восемнадцати лет. В радиогалактике 3390, буду говорить, что-то я не показывал, должен сделать длинный спектрополемитический мониторинг. И там тоже получается сходный результат. Сухой осадок область парализованного континума у нас получается меньше на порядок, чем область образования широких линий. Наконец, опять-таки, вот как идет себя поляризация в континуме. Если посмотреть приемность поляризации в континуме, то оказывается, я напомню, что поляризация – это векторная величина. И очень большое количество работ, где смотрят только на величину поляризации и не обращают внимания на изменение угла, оно имеет такой своеобразной ценности. Здесь, на вот этих диаграммах, это УВ параметры стокса, УВ параметры стокса, видно, что у нас наша поляризация, скорее всего, скорее всего, и все, как векторная величина поляризации, которая направлена вдоль оси системы, это диск, скорее всего, непеременная, и переменная вектор поляризации, связанная с джетом. То, что в векторе поляризации джета может болтаться, это известно из наблюдений, скажем, вот у Макарин-6, там просто на VLA видна предсессия джета. И отсюда можно сделать вывод, что, наблюдая по поляризации в континуме, вернее, ее переменной, скорее всего, результат векторного осложнения поляризации постоянно под диск и переменная поляризация джета. Отдельно я остановлюсь на поляризации широких линий. У меня есть порция и с авторами, и с некоторыми авторами за рубежом. Потом, а где же она возникает? И может ли она вообще быть? Оба сообразования широких линий. Я полагаю, что это устоявшееся представление об этой области. Представляете себе, вот такой туман из облаков, достаточно плосик, с размером 1,1% и складывается около 1000. Это следует из петрофотометрии и восходит к работам Баутлина, Хмиттера и целого реактора. И, собственно, в этих облаках не может быть никак поляризация, они возбудаются. И, скорее всего, это идея свинта с авторами, начало реактора. Скорее всего, он наблюдает результат рассеяния на внутренних частях пора. В принципе, это вот область, где происходит рассеяние. И вот показана вот такая схема. Что мы должны при этом видеть? То, что при этом будет меняться поляризация в линии, это одно. Но! Основной наблюдательный, скажем, признак, я не хочу слово, сильнокрового БДД, это то, что у нас будет меняться. Из-за того, что мы смотрим разные части диска в области образования широких линий с разными скоростями, будет меняться угол плоскости поляризации при движении вдоль линии. Линия вот так вот будет выглядеть. Добро сказать, что любые другие механизмы это дать не могут. Отличный период в диске, в принципе, это не может дать, поскольку наблюдательный находится очень далеко, изменение угла будет маленького. Вот здесь я показываю результаты спектропалариметрии двух объектов, двух крайних объектов. В одном объекте мы видим... В одном объекте мы видим... Вот характеристика реальное рассеяние. Вот изменение угла плоскости поляризации. Я подробно рассказал об объекте позыклошем году. И вот новый объект. Это галактика с широкими линиями. Возможность звонить в черную дорогу. Хотя вопрос это не научный, а скорее вопрос веры. Но самое главное, что в ней не наблюдается поляризация в линии. И не видна депровизация в линии. То есть само по себе неудеятно. Более того, в проявлённом следе линия освещена в голубую область. То есть мы видим некий поток на нас. И вот я остановлюсь на этих двух объектах более подробных. Вот в Маркалян-6, если мы посмотрим на конкурс широкой линии, и кубрируем оттуда компоненты, собственно, области образования коротких линий, и кубрируем оттуда компонентов, очень хорошо видны области, которые связаны с диском, где частицы вращаются по кем в лёд, и области, связанные вероятно с выбросами. Здесь и написано, что область образования коротких линий дает цель для поляризации полупроцента, изменение угла плоскости поляризации в пределах плюс 40 градусов, а вот компоненты, вот эти два компонента, вероятно, связаны с истечениями плюс и минус, по-другому, все, от 3 градусов. Я напомню, что в плоскости QB у нас уже узлайдывается по сравнению с областью картинной плоскости. И, наконец, мы в поляризованном следе очень хорошо видим вот этот известный компонент для тех, кто исследовал Макалян-6, переменная современная, которая, вероятно, просто связана с джетом, с истечением, со скоростью минус 6000 км, и имеет угол плоскости поляризации перпендикулярно оси диска. Вот немного подробно о повороте плоскости поляризации. Поворот плоскости поляризации, вот это для различных, как он показывает таким образом, он не скажет за чертовой ингредиенты, но форма в целом сохраняется. Легко представить вот такой модель. В этом случае будет прямое, очень простое соотношение между наблюдаемой скоростью, нормированной скоростью света, и танкельсом угла поворотной плоскости поляризации. В случае Кентлера вот этот корсирт будет равен одной-второй. Что, собственно, это наблюдается? Это проверялось по симуляции Монтекабло. Ага, хорошо. Значит, я это пропущу, я вот дальше это все говорил, и покажу самые последние наблюдения поляризации в Грандинзе. Но то, что у нас в наблюдаемых линзированные изображения глаза могут появиться, но в этом ничего нет. Удивительным может быть следующее. На эффектах микролинзирования может происходить усиление света, и типичная поляризация несколько процентов может усилиться до нескольких процентов. Ну вот, собственно, показаны по наблюдениям листочка Клера. Авторы, которые наблюдали, приходят к выводу, что некролинзирование дает нам измерение поляризации по некролинзированию Вертикальные растения и масштабы порядка долей процента. Макролинзирование, собственно, полярные растения – это масштабы десятков процентов. Наиболее сильный эффект был при наблюдении поляризации к Польши Химпштейля. Вот тут показана идея того, что мы видим, где-то здесь, а линзи где-то здесь, собственно. И в этом случае у нас горизонтальная вертикальная поляризация должна отличаться. Из любопытства навелись на кольцове Штейна, которая обнаружена в обзорах СДСС. Эта группа ГОСОВАРИВИЦ я ее правильно произношу. Это достаточно слабый эффект. И наблюдались параллы с поляроидом в среднем положении этого поляроида. Минус 60, ноль и плюс 60. Набиратели знают, что можно легко определить степень поляризации, используя метод 3-7. Эти трех изображения достаточно. В этих изображениях мы увидели очень сильные изменения в поляризации в трех различных углах. Более того, это две эпохи, разделенные почти на год. В целом, характерно повторяются, но опять-таки это изменение очень сильно видно. Вот здесь ошибка по интенсивности у нас. Поскольку сигнал слабый, мы смотрели интегралы поляризов. И что должно было быть видно для простой модели травмонизирования? Ну, во-первых, вот здесь показаны вертикальные и горизонтальные поляризации и суммарные изображения. На углу диаграмме видно, что вот эта вот часть сильно искажена в микроориализировании. Но примечательным является то, что в этой модели у нас, в таком случае, у нас угол плоскости, изменения плоскости поляризации можно иметь в период не 2, а 1, что, собственно, и в модели раз. Значит, более, скажем, подробный анализ. Это, конечно, результат такого внимательного моделирования. Но вот этот результат показывает, что, действительно, в пользу Кирштейна у нас возможно усиление техничной поляризации в несколько процентов до десятых процентов. Для следия могу сказать, что, скажем, в экспериментах облику микроориализирования ожидает уменьшение поляризации до величины 40-50 процентов. И, наконец, в конце я суммирую просто говорить. Спасибо. Виктор Леонидович, а как соотносятся данные, наблюдения и документации, которые Вы привели, полученные в опыте, с ним все известно из конститута наблюдений, на таких же примерно минерах масштабах, на которых может находиться поляризация до одного процента из некоторых процентов. А магнитное поле, оно одно на всех. Виктор Леонидович, что на облака ответственные за широкие оптические линии, так и электроны, которые генерируют с инфратором, они в том же можно композиции. Может, поляризация может? Ну, во-первых, то, что мы видим на РСДБ, никакого отношения к оптике и инфратору. Виктор Леонидович, что имеется в виду. На РСДБ мы видим объекты с яркостью, с очень большой яркостью температуры, и это не есть облака видимо и губки, это первое. Второе. В радиодиапазоне мы видим на РСДБ и объекты, начиная с парсекой. Я говорю о масштабах. Меньше. Десятой серии. Я не знаю, что такое архитические жертвы. По-моему, не знает пока никто. Многие в леературе говорят, что это там горячая корония. Вот вопрос, а кто вообще берётся уже? В радио вы видите ту часть, где уже начали светиться элективистские электроны на магнитном поле выброса. Но есть официальный диск, есть горячая корония на магнитке. Именно вот эти части мы видим. Поэтому как они соотносятся друг к другу, я не знаю. Это просто разные масштабы. Юра Сергеевна. С Андреем, мы по-разному написали статью о том, что если существует ветер от эмоционального диска с достаточно большой скоростью, ну, там, доля скорость света, например, десятая или двадцатая, то из-за того, что излучение от диска будет рассеиваться в этом токе, у него угловой распределение другая возникает поляризация как раз параллельно оси, которую вы говорите, параллельно оси Джек. То есть достаточно, если у вас существует быстрый ветер с артической поляризацией, а потом сюда одна десятая, то в нем можно организовать поляризацию поляризации. То есть у вас как? Мне кажется, что бюджетов там никаких нефтей, если он предлагает. Возможно, возможно. Я говорю только об одном. Могулярная поляризация, изменение поляризации двух нарушенных масштабов будет объясняться тем, что у нас идет ветерное сложение двух компонентов. Я говорю, возможно, это синхротом. Это спорное произведение. Возможно, это вот эти токи за одним направлением. Но во всех случаях я говорю о том, что по 3-ю мы видим масштабы меньшая десятая парселька. Радио там, кстати, нет. Радио там, кстати, нет. Радио не забирается. Возможно. Возможно. В одной задней схеме. В другой раз я поговорю с вами о дутихе интерфейсерах. Последний вопрос, Сергей. У меня тоже в предложении предыдущего был вопрос. Вы сравните два объекта. От корян 6, по-моему, да? Или 3C там проходит. То есть один из них это явно радио громкий. То есть вот когда вы используете слова про джек, все-таки, наверное, это будет разное соотношение. Вы должны просто, если это именно джек, то вы должны видеть эти разные партнеры. Конечно. Я просто не успел показать по 3C 390. Рассказал грубую и не показал эту партнеру. Двух словах по 3C 390 там джек есть, но мер был очень маленький. Есть корреляция, обнаруженная топовавой с авторами, между компонентами переменной на LFDI и вот этой переменной компонентой, которая, ну, имеет перпендикулярное направление. Одну фразу. И деправилизация обвинения связана просто с тем, что мы смотрим на вот эту вот маленькую область сквозь туман по блоку обреля. И там просто возникает деправилизация. У нас есть оттопки, мы делаем свершение по скорости. Василий Михайлович. Здравствуйте. Еще одна попытка прослушать про больные сверхмассивные черные дыры. И так называемую проблему последнего посядка. Я добавлю слово медическое для этого, чтобы подчеркнуть то, что проблема, скорее всего, не существует. Но стараюсь объяснить, насколько проблема возникла, и почему она, на самом деле, не является проблемой. Также стараюсь подчеркнуть, что, на самом деле, предыдущие утверждения, это не мое вид, я не первый, кто утвержден, что проблемы нет, но предыдущие утверждения, на самом деле, основывались, по моему мнению, основывались на и достаточно обоснованных методах России. И я постараюсь все корректировать в этом докладе. Значит, речь пойдет о двойных черных дырах, и, как следует из картинки, они будут взаимодействовать со звездами. Я здесь про глаз ничего говорить не буду. Все взаимодействие будет исключительно революционное, дистанционное, значит, черные дыры и звездные галактики. Но откуда вообще двойные черные дыры будут возникать? Если мы считаем, что у большинства галактик в центре находится спектр массивная черная дыра, и в стандартной технологической парадигме двадцатых сливая соль довольно часто, может быть, несколько раз за обыску времени, то такие слияния неизбежно приводить к тому, что эти две черные дыры тоже друг другу найдут и образуют двойную систему. И они, в революции данной системы, используют в сторону слияния, собственно, с этих черных дыров. То есть расстояние, между ними, степень уменьшается, и уменьшается до тех пор, пока они не сольются. То есть это каковы несколько стадий эволюции двойной черной дыры. Первая система, пока галактики стопы сливаются, и черные дыры еще далеко друг от друга, они движутся к центру продуктов слияния, то есть это галактика, которая образовалась после сверения, за счет динамического дрейка в первой стадии. Здесь на картинке изображено расстояние компонента, для этого функции дрейка. Когда двойная образовалась, это происходит в момент, когда орбитальная скорость движения черного дыра относительно друга, становится больше, чем эти тысячи спешные скорости из галактики. Или, иными словами, двойная протяжение со стороны другой, черного дыры, перевешивает силу гравитации со стороны остальных дыров. Вот в этот момент мы говорим о том, что двойная уже является, собственно говоря, войной. И первые стадии эволюции очень быстро, за буквально несколько миллионов лет, может быть, расстояние уменьшается на два-три порядка. Значит, вот в начальной стадии при роте эволюции двойная становится жесткой. А в дальнейшей эволюции это происходит примерно на расстоянии порядка одного парсека. А в дальнейшей эволюции это происходит гораздо нельнее, и, как здесь показано, это может занимать 10-9 лет, или даже больше, нужно преодолеть расстояние одного примерно парсека до где-то действующего старого парсека. Вот это вот самая проблема последней парсеки, как я заметил это расстояние. А когда расстояние между компонентами становится уже достаточно маленьким, тут излучение гравитационных волн, которое зависит от расстояния в пятой степени, от минус пятой степени. Поэтому оно очень сильно зависит от этого расстояния. и когда он становится маленьким, то он ускоряет революцию, то есть энергия измышляясь в виду самому, и постепенно все быстрее быстрее и эти фермеры сливаются окончательно. Значит, рейд татарий пойдет в самую предыдущую стадию, которая наиболее передняя. А почему вообще происходит уменьшение расстояния между компонентами двойной черной дыры за счет взаимодействия со звездами? Ну, это стандартное явление звездной динамики тройной рассеян. Когда у нас есть двойная система, может быть двойная звезда, или в данном случае где-то массивные черные дыры, и к ней приближается третья звезда, то в результате какого взаимодействия не видно на траектории, но видно, как они летают друг вокруг друга, и в конечном итоге вот эта красненькая звезда вышвыривается со скоростью, которая превышает ее скорость, которая приближалась. Тем самым она отбирает энергию, ее умоломерно твое дыры, и тем самым этот двойной черный дыры постепенно не войдет в сторону движения. Если бы у нас этих звезд был неограниченный резервуар, и их плотность меняла со временем, то черные дыры эволюционированы с постоянной скоростью, то есть ее энергия, или обратная со временем дослабо не имеет по такому закону. Однако, очевидно, что если мы не подпитываем область фазопространства звезд, которые могут взаимодействовать из черной дыры в области, то она, естественно, истощается, и эта эволюция может замедлиться, или вовсе прекратится. Вначале чего мы можем подкидывать эту область, то есть поставлять звезды в область малых угловых моментов, чтобы они рассеивались на двойной черной дыре. Ну, как минимум, у нас есть... Да, хотел сказать, что эта проблема питания двойной черной дыры имеет очень много общего с проблемой питания одиночной черной дыры, то есть рассеяния, собственно, поглощение звезд или прилимного нарушения звезд одиночной черной дыры. Значит, это общее название этой разночности, это значит, а конус потери. Вот, мы предыдуем. Это очень похоже на стабильную задачу, как описывается все это, конус потери. Это область фазы пространства с малыми углами моментами, и звезды, которые на этой области находятся, они исчезают за время порядка одного демонического рейта. Прилитают, быстренько там рассеиваются, и вышиваются и больше никогда, чем недорогие. Вопрос в том, насколько мы эффективно можем эту область пополнять. У нас есть всегда механизм, который работает в любых условиях, это фарная релаксация, то есть звезды галактики рассеиваются друг на друга. Время релаксации галактики очень большой, и, несмотря на то, что нам здесь требуется рассеять звездами в большую руку, то есть у нас время репопуляции это маленький доля релаксации, тем не менее, все равно это время в реальной галактике оказывается слишком большое. А если время репопуляции время исполнения конус потери гораздо больше, чем время динамической, за которую она устошается, то скорость эволюции уменьшается в такой же механический раз. И проблема последних процентов возникает из-за того, что оценки на реальной галактике приводят к тому, что эта скорость эволюции просто не что-то малая. Но, как мы понимаем, естественно, эта проблема существует в такой установке только в системах, в которых угловые моменты звезды могут меняться только за счет релаксации. Иными словами, посутствие релаксации является интеграл движения. В фирических галактиках это так, но никакая галактика, конечно, не является сфирических. В не-сфирических системах угловые моменты меняются как за счет релаксации, так и за счет крупновасштабных моментов сил и сфирического звука потенциала. В такой ситуации, если мы будем следить за угловым моментом каждой конкретной звезды, то она меняется по какому-то не упасть к периодическому закону. И если мы здесь провели галактика, которая нам показывает границу конуса потерь, то видно, что не только звезды, которые изначально были в этой области, могут быть высотой, точнее, выбросами в дальнейшем галактике, но и звезды, которые изначально были гораздо больше в этот момент, они могут со временем туда попасть. Поэтому понятно, что в таких системах у нас гораздо большее число звезд может взаимодействовать с дальнейшим галактикой и, казалось бы, должны отсутствовать. Тем не менее, как я покажу это не совсем так, связываться несколько более сложным. в численных расчетах, к сожалению, мы не имеем возможности симулировать галактику с числом частиц, которые соответствуют реальному числу звезд. Галактика 10, 10, 10, 12, и так далее. В расчетах за временное время мы можем достигать порядка 10-6 частиц. К чему это приводит? К тому, что каждая, конечно, отдельная частица будет пропорциональнее больше массы, а время релаксации обратно пропорциональной массе частиц. Поэтому время релаксации в численных расчетах гораздо короче, чем реальные время релаксации в галактике. То есть пополнение за счет столкновительных метод, за счет релаксации в численных расчетах гораздо более эффективнее, чем мы считаем, должны быть реализованы. У нас есть два конкурирующих друг к другу механизма. Это бесстолкновительное пополнение за счет рецессии изменения уголовного момента в гисфемической потенциале, и этот процесс неизвестен. А есть столкновительная релаксация, которая обратно пропорциональная. Но проблема в том, что время галактики неизвестен. Поэтому у нас есть некоторая смесь двух эффектов. И в реальных расчетах, когда мы пытаемся менять число частиц наших расчетов, поймать тренд и экстраполировать его к н порядку 10, 10, 10, 10, 12, но это идет в море, потому что мы не можем поймать этот маленький вклад в численных расчетах. Нам нужен метод расчета, который позволит увеличивать число число числе. Даже используя суперкомпьютеры и графические процессоры мы не можем существенно видеть эти источники расчетов. То есть нам нужен метод, который позволит нам избавиться от существенно подавительных функций и при этом позволит по-прежнему симулировать безновидные процессы достаточно подобные. И как раз об этом методеопилоте расплодователь основан тоже на частицах. То есть мы рассматриваем систему, состоящую из частиц, однако принципиально различием является то, как представлять потенциалы, а как представлять релакс-расходы. Он основан на трех источниках существования. Здесь, правда, четыре написано, но это сказки отрубит в составе все четверо. Первые два пункта на самом деле концептуально относятся к этой части. Значит, первая основная составляющая части это представление релакс-расходов в таком виде, который позволит существенным образом подавить дискретные суммы возникающие из-за частиц небольшого числа частиц. Вторая часть это то, как мы представляем взаимодействие частиц и соответствующую эволюцию орбиты. и третья часть это искусственным образом вносим обратно эволюцию я позже скажу зачем применимость этого метода довольно широкая, но она ограничивается системами, в которых есть вырезанный центр то есть две галактики на ранних стадии эволюции мы не можем таким образом моделировать они должны раздаться по крайней союзе и в дальнейшем эволюцию можно моделировать в таком виде который позволит существенно подавить все шумы связанные с дискретностью распределения звезд вместо того чтобы в стандартных расчетах рассчитать потенциал в каждой точке или силу действующей на каждой точке с помощью суммирования сил со стороны всех мы можем глобальный потенциал звезд разложить по набору базисных функций таким образом могут представить некоторые главные функции и будут получаться с помощью дифференцирования потенциал конечно коэффициент в этом ловении может не числятся то есть ловение частиц но из-за того что само это функции глотки это уже само по сути сильно позволяет шумы то есть численность плюс к тому два дополнительных труб которые здесь применяются используют в более время нервы обновления по координат меняется у нас потенциал следует за тем как форма двадцати меняется но мы это можем делать не слишком часто то есть у нас будет на протяжении интервала обновление радиоматических нервов которые тоже замечаются и вторая трех то что мы можем взять больше одной той но все это позволяет подавить релаксацию на несколько порядков вторая часть это то как представить взаимодействие звезд двойной черной дыры вращаются по те которые летают мимо они очень маленькие поэтому мы можем рассматривать как пробные чистки т.е. просто рассмотрим численно движение в глобальной потенциале галактики плюс зависит от времени потенциала вольной черной дыры и следить за тем сколько энергии правильной частицы набрало в процессе эволюции она делает энергию вычитать из орбитальных энергий вольной черной дыры то есть полагаться на законе сохранения вместо того чтобы гумбинировать процесс непосредственно но энергия конечно не совсем сохраняется потому что как я сказал она излучается то есть комбинируя эти два шага мы можем рассматривать эволюцию для практически энергетические восстановления системы звезд и двойной теперь третий шаг который сделан это добавление релаксации мы хотели избавиться зачем добавить обратно потому что я хотел только реагировать метод относительно стандартных и иметь возможности регулировать релаксации от нуля то есть столкновительная система соответствующая реальность до уровня который соответствует смотреть в каких ситуациях в эволокации появляется решающий фактор и для того чтобы добавить эволокационную мы используем монте-карло для звездной динамики монте-карло это очень общая цель но звездной логике монте-карло имеет определенный смысл контент это метод в котором возмущение траектории каждой звезды создается не за счет взаимодействия с остальными звездами а за счет добавления случайных возмущений в движение интегрируя уравнение движения после каждого шага мы возмущаем скорость частицы на небольшую величину но самое главное здесь амплитуда может регулировать руками то есть она не связана с тем а мы можем сдавать руками и соответствует 10-12 реальные галактики можно рассматривать как столкновители системы так и без столкновителей чтобы понимать в чем отличие чтобы убедиться в том что это работает мы провели широкую батарею тестов сравнивая результаты с прямыми расчетами в разных ситуациях для разных баз и так далее согласие хорошие кривые одного цвета они практически кривые соответствующие для планирования я посчитываю что мы не имеем как свободных параметров если мы взбернули релаксации то другие сложные параметры надежные доверять расчеты и экстраполировать их в область параметров соответствующих эволюции для обычных эволюций теперь я перехожу к результатам ради чего это делается ради того чтобы посмотреть как отличается эволюция в системах сферических и неферических а неферические системы может быть посисферичные то есть когда диагнозы сталкиваем в общем-то продукции они будут иметь вид близких костерсиметричных вращения в принципе это будет расплюснутая системы но она может быть не строго костерсиметричным но она может быть не строго костерсиметричным а костерсиметричным здесь на картинке показано это эволюция энергии связи то есть обратное расстояние закомпанирования для асферических систем которые не без столкновительных случаев а для любого конечного числа систем для ассиметричных систем тоже в начало происходит а потом она тоже выходит асимптотическую линию и не достигает нужного соотношения начального конечного большого пилотика как я говорил нам нужно пройти расстояние примерно 1,01 партек то есть меньшее расстояние понятно 100 раз здесь чисто ассимметричных трух без делоксации будет добиться не может в системах и довольно большим частиц здесь на этой линии 5 частиц это больше а в системах они и то что люди видят обычных расчетов тем самым отсюда следует что традиция обычных расчетов несключительно численно а синенькие линии здесь показывают треххостные системы только деснокновительные сплошные линии и системы конечного числа которая рационирует чуть-чуть быстрее для треххостных системы нет треххостных системы доминируют нескольких процессов во время как во всех остальных процессах и я попытаюсь объяснить почему это происходит если мы представим геометрию задачи геометрии в пространстве угловой момент и z-компонент потому что это асимметричная система рассматривается симметрично относительно рассчитывая то есть в оси симметричной задачи z-компонент будет являться триганда а в треххостных системе точек соответствует звёздам и столкновительная релаксация приводит к тому что за сюда болтается и постепенно эти звёзды попадают в звёзд могут потеть но как я говорил только звёзды которые здесь будут взаимодействовать в то время как эта вся область окрашенной зелененьки является расширенной потерь потому здесь звёзды гуляют по моменту он имеет конец но они могут попасть в полно потерь за счёт места однако в сейсметричном случае эта область не очень большая более того размер полноса потерь это расстояние между данным сейсметричным 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 в то время как в трехосном случае звёзды спокойно гуляют и в этом направлении и в этом направлении тем самым их число достаточно большое для того чтобы со временем это довольно большая время все они постепенно подсосались в полноса и привели к тому что враняет и сейчас его то есть вывод такой что только малые могут быть достаточно возмущения относительно оси симметрии могут привести к тому что сливается за конечное время я это подчеркиваю потому что могут появляться работы на основе численных расчетов утверждают что оси симметрии достаточно потерь держать на поле как следует из вышесказанного эти расчеты демь заменируют численные релаксации которые время галактики доходят и так мои выводы проблему последнего последнего повседа возникает из-за того что бутылочным горшком является темп поставки звезд в центры галактики чтобы они взаимодействовали из-за и реальных системах в которых возмущение форм галактики относительно симметричной достаточно 9 проблемы не существуют просто потому что они падают за счет несимметрии за счет момента сил со стороны галактики в целом однако эта задача относится к такому интересному классу задачи в которой прямые численные методы оказываются неэффективными вот по той причине что мы не можем правильно описать соотношение между стоп-нагиткой и стоп-нагиткой компонентами этой задачи тем не менее проблем последнего повседка по всей вероятности реального не существует потому что если посмотреть на форму 25 расчет слева если она конечно оказывается высокий после симметрии оказывается достаточно для тех пор спасибо спасибо по моему там было внизу я мало что про это знаю что я не могу поверить что эти умные люди не знают что реальные системы обладают тремя осями не они не не они не они не не они не 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 на мой взгляд люди прекрасно понимали с самого начала раздумий над этой темой что сферическая симметрия естественно является слишком сильной а зачем они нам как говорится маски крутили да 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 очень очень людей это должно ответить еще я хотел бы чтобы не спустились в гречную землю в центральном консекте который называется вообще-то говоря система не без толпы без газ и очень много вот у меня в связи с этим вопрос а какова цельность я вообще не верю лично я не верю я не верю я не верю но вот и с ним почему они поскольку они не на ГД они не должны очень быстро сливаться а это может быть связано с тем что есть газовые диски вокруг них прокрессионные а эти системы вообще придут очень неудобно если быстро то есть так то есть не очень понравилось как вы сказали что это соответствует внутренний инстинкт но а при чем здесь время револоксации там это время револоксации существенно меньше нескольких миллионов лет если там очень много газов и это дает еще нам вообще там динамический раз 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 дайте прокомментировать действительно в самом начале я сказал что я рассматриваю системы без всякого газа это может быть приближение тоже достаточно сильное но мы понимаем что есть галактики которых много галактики мало газов и хочется научиться сливать эти самые брони в черном мире в любых системах потому что как вы правильно заметили действительно негативных существований очень мало помимо вот этой картинке которая в начале показалась в фотографиях на русском телескопе других негативных у нас есть одна или две системы в которых есть активные ядры галактики на расстоянии порядка нескольких парсет и то это даже на на миг большая то это состояние хотя бы вообще нет есть одна расстояние но действительно их гораздо меньше чем мы могли бы себе представить потому что если время валюется порядка 1 миллиардами то 10% наблюдаемых системах может быть даже и больше почему мы их не имеем может быть проблема в том с сложным блюдом может быть проблема в том что они сливаются гораздо быстрее и действительно расчеты с газом оказывается то состояние происходит не до времени 10-9 лет а до времени может быть 10-8 лет это все равно еще не миллионы лет это требует некоторого времени я предлагаю еще да пожалуйста вы говорите миллионы трудно считать а Фолькл и Шпрингер какие-то миллиарды считает как будет это будет вы говорите что миллионы дело не только в абсолютных величинах но и в относительных масштабах дело в том что орбитальный период на расстоянии порядка 1 парсет это тысячи лет может быть сотни чем ближе мы приходим к центру тем меньше орбитальный период трудности в огромном диагнозе я не знаю это не знаю не знаю нет 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 в методе который я покажу что лопатный звезд меняется самым согласовым образом то есть все что выкидывается из центра мы это учитываем потенциал естественно меняется по мере того как звезды из центра выбрасывают кассу уменьшается становится более пологим все это учитывается в начале в начале ну в начале такое было но очень быстро на самом деле превращается в такое вы знаете готовиться пока я не говорю готовиться я вернусь все стоит вы включаете уже не было вопросов после этого я более-менее ясна все-таки если вернуться в такое сухое предсказание это все-таки 10% должно быть двоих если верить если только единственный механизм это реаксиальность откуда фактически откуда взята степень реаксиальность просто из слияния мы можем ее мерить на просчетах но в принципе оказывается что как раз к этой степени трехосности задача не очень чувствительна здесь некоторый фазовый переход между строго оси-симметрией и чуть-чуть отклонение оси-симметрией потому что это принципиально менять диаметрию задачи а насколько сильно отклонение в небольшую степень степень это трехсиальность вообще в ничтожном кусочке а нет она должна быть на масштабах порядка гораздо больше чем расстояние между компаниями то есть на расстоянии порядке гидроголаз поэтому вполне естественно будет 30 секунд вопрос на 30 секунд на 30 секунд на 30 секунд насколько я помню были работы вот Чин Джон Ю сделала одну из ранних работ по поводу Last Parsec Problem вот этой где утверждалось что даже когда у тебя заполненный полностью Lost Home то даже в этом случае есть системы которые не могут слиться за счет чисто звездных процессов именно для таких систем и как бы приходится привлекать возможность из того что будет присутствовать газ в системе который будет помогать их сливать ну и плюс само по себе присутствие газа оно в принципе интересно поскольку позволяет давать какие-то электромагнитные проявления по которым мы эти системы в принципе сейчас уже начинаем видеть так поскольку это был не вопрос я отвечаю хорошо я предлагаю продолжить во время кофе-брейка время на котором у нас остается все меньше и меньше так что следующее а давайте продолжаем аплодисменты спасибо аплодисменты у нас так сказать наши дружные команды тем не менее иногда бывают чуть разные подходы к объяснению поляризации я немножко применение другого подхода расскажу кроме того я хочу сказать что в своем докладе я хотел упомянуть что с помощью наблюдения поляризации можно как бы отследить процесс влияния черных дыр вот это как бы некоторые новые моменты я об этом раньше не говорил вот несколько слов об этом итак начну с своего доклада ну тут изображен глазарь единственное что я хочу сказать конечно джет достоин отдельной песни отдельного обсуждения речь пойдет об этой центральной области которая там называется аккреционным диском используется иногда термин более осторожный с моей точки зрения говорят так аккреционный аккришенфлоу аккреционный поток потому что он состоит из аккреционного диска дальше из некой переходной области которая называется область широких аккреционных линий идут разные взгляды на эту область а дальше тот молекулярный тор о котором все это связано с аккрецией ну дальше нет смысла на эту картинку останавливаться и дальше основное что сегодня мне хотелось рассказать это как с помощью наблюдения поляризации можно определить некий очень важный параметр который носит название вериальным коэффициентом дело в том что при измерении массы черной дыры используется вериальная теорема и вот вы видите она сейчас здесь все написано но r это radius в это скорость движения в этой области которая считается кеплер а дальше стоит всегда стоит коэффициент ф и произносятся слова о том что нам неизвестно до конца геометрия и физические свойства вот этой широко и довольно много литературы на эту тему области литературы на эту тему разные взгляды статьи каждый свежий обязательно что-то говорит по-другому так вот определение коэффициента обычно наиболее популярная такая идея это коэффициент порядка единицы и дальше вы читаете в статье как определена величина массы черной дыры составлены таблицы и так далее но существует ряд других точек зрения которые вот здесь я изобразил в частности вот вот известная работа Петерсон и и по-моему биосотрудницы вестердар если я не ошибаюсь вот они много работ пишут на эту тему вот коэффициент выбран как три четверти внизу еще единицы 1,4 но сегодня я буду говорить о идее которую высказал маклур данном который сейчас как бы очень много работ на эту тему появляется что если это геометрическая область это есть диск дискообразная плоская область то коэффициент выглядит так единица делить на 4 синус квадрат и угол наклона этой области к лучу зрения и дальнейшая идея будет заключать что попробуем мы этот угол наклона вытащить из полирометрических наблюдений тогда мы найдем этот коэффициент реально и вычислим реально массу какая она должна быть единственное что я хочу сказать заранее некая путаница есть иногда можно рассчитаться она заключается в том что величина единицы на 4 синус квадрат и связано с тем что V это есть полная ширина на половине высоты а иногда вместо полной ширины на половине высоты используют другие определенные дисперсии скоростей и так далее а иногда люди пишут так V V V L R это есть F умножить на половине высоты и тогда получается F квадрат вот это на это надо обращать внимание иногда из-за этого может произойти так идут дальше и так вернем астан вот встанем на эту позицию согласимся с такой точкой зрения посмотрим что из этого получится значит основная идея заключается в следующем что и в Викторе Леонидович это один из возможных механизмов возникновения поляризации это рассеяние экваториальной области на молитву атомторе 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 излучение этого диска будет поляризованным поэтому речь идет не просто рассеяние неполяризованного а именно рассеяние уже поляризованного излучения это тоже надо с другой стороны если эта область действительно оптически толстая область диск то самое излучение выходящее из этого диска будет поляризованным и использует я значит буду использовать просто для оценки вот этого угла воспользуюсь полиометрическими результатами наблюдений и на основе теории основная стандартная теория много работ на эту тему посвящено нити написаны и можно использовать эти данные ну вот здесь даже ну известно что в этой работе на краю диска если излучение вы смотрите прямо вот так перпендикулярно не оси диска а самому диску то поляризация не сто процентов как при однократном рассвении а одиннадцать и семь десятых процентов ну и вот можно даже в принципе наш сотрудник Николай Алексеевич Силантьев даже сумел построить аналитическую формулу и по-моему Женя Каринская тоже выписывали соответствующие аналитические формулы и тогда можно не прибегать к численному расчету так иду иду дальше какие имеются наблюдательные данные то что здесь я понимаю что плохо видно поэтому я своими словами сейчас скажу то что здесь представлено это то что принято называть не каталог а как его там Атлас 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 Смита и его команды и здесь дана поляризация в континууме и поляризация вот ваш альфа брода бродлайн риджин и позиционные углы даны во многих случаях они совпадают и если вы считаете что континуум это аккреационный диск то значит вот этот бродлайн риджин имеет тот же самый угол наклона как и аккреационный и аккреационный диск и так далее а некоторые не совпадают и все это конечно требует детальной интерпретации по каждому поводу можно это все детально абсолютно да это одна серия работ другая серия работ это то о чем Виктор Леонидович говорил это результаты наблюдений полученные на шестиметровом телескопе где он у нас верховный гонокомандующий в этих наблюдениях и здесь я еще раз хочу подчеркнуть и часто это подчеркиваю что это выдающийся результат российской астрономии российской астрофизики заключается в том что именно в работах Виктора Леонидовича и команды наша комплексная команда тоже принимает там участие вот в этой работе получена детальная зависимость степень поляризации от длины волны во время когда вы возьмете классические работы довольно много собрать береман там еще другие вы увидите что в лучшем случае это поляризация бвр а иногда это просто поляризация в белом свете или какой то очень широкий вид а здесь детали открывает колоссальную возможность при включении структуры операционного диска потому что классическая теория степень поляризации не зависит от длины волны а вот такая зависимость может возникать в связи с присутствием магнитного поля и поэтому вот там право в 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 это зависимость представлена в виде степени показатель этой степенной зависимости и поэтому показатели можно вытащить структуру магнитного поля опираясь на те работы которые он упринал если вы учтете Фарадеевское вращение на длине свободного пробега это вот наша моноградия в долгеном где вся эта наука построена как магнитное поле будет влиять на выходящую поляризацию Задача Милна решена при наличии магнитного опыта. Это очень важный результат, который позволяет детально изучать операционный диск. Теперь я иду дальше. Вот в этой таблице, извините, что там тоже, наверное, плохо видно, я просто скажу, что здесь сделано. Значит, эта таблица представляет собой следующее. Вот слева, первая стол, написано F. То есть я беру всевозможные значения коэффициента вариального, а дальше написана степень поляризации, соответствующая не просто синусу углов, а данному значению вариального коэффициента. И новый элемент заключается в том, что эта поляризация, в отличие от классического теории Соболево-Чин-Дерсикара, построена с учетом поглощения. То есть в этой области широких эмиссионных линий могут уже присутствовать, даже есть такие теории, это постепенный переход в торм, поэтому начинают появляться молекулы и будет поглощение. А поглощение, оказывается, усиливает поляризацию, почему? Потому что угловую ориентацию делает более направленную, большими углами больший путь больше поглотится, и ситуация ближе к однократному рассеянию. Это не чистое, однократное, но некий аналог, поэтому поляризация увеличивается. И вот таким образом можно посчитать для каждого реального коэффициента, что вы должны ожидать в области широких эмиссионных. Теперь, дальше сделана следующая вещь, которая здесь показана, тоже, извините, статья у нас в Мансимон, здесь там более подробно все это написано. Значит, здесь сделано следующее. Есть работы авторы Декарли и Лабита, которые определяли и вычисляли для ряда активных галактических ядер, находили независимым образом, находили вереальный коэффициент. Но самый распространенный способ, который, конечно, подлежит критике, я в этом не снимаю, но тем не менее, один из распространенных способов такой, что вы берете вереальную теорему, а массу определяете по дисперсии скорости в балке, по внешней галактике. И тогда вы находите значение вереального коэффициента. Я всегда... Сейчас... Сейчас... Так вот, значит, для каждого из этих вереальных коэффициентов таким образом вычислена какая может быть поляризация. Ну и дальше я просто покажу. Вот для конкретных объектов, для которых измерено... Просто вот здесь представлены вычисления этих вереальных коэффициентов, опираясь на данные из каталога с ГИТО. Представлены значения вереальных коэффициентов. Вот, ну, давайте это я пропущу. Следующая важная часть теории заключается в следующем. Говорят со словами, что это не... Да, это плоская область, но это геометрически толстый... Геометрически толстый диск. Броут, Лайд, Ригель. Вот, Колин и другие построили соответствующую теорию. И в вереальный коэффициент ввели вот эту толщину... Толщину... Как бы толщину этого... А... Диска Броут, Лайд, Ригель. И опять используя поляризацию, Синус определяя по поляризации, можно эту ширину найти для ряда активных ягер-галактик. И это сделано. И составлена соответствующая таблица. Здесь приведены... Это из данных лоббита и так далее. Для некоторых получается геометрически тонкий, для некоторых объектов геометрически толстый. А я использую геометрические значения, геометрические реалии. И тогда говорю... А наблюдения используют... Просто в литературе. Довольно много. Так. Ну, больше у меня здесь нет возможности остановиться. И последнее заключение... То, что я хотел документно сказать, это следующее. Что, в принципе, как бы... Богатая возможность теории поляризации... Наблюдения поляризации могут позволить определить то, что принято называть... Называть рекойленд-велосити при слиянии двух черных дыр. Скорость отдачи. Огромное количество работ, посвященное вот этой теории слияния построено. Какие скорости отдачи должны быть и так далее. Все это можно как бы использовать и отнаблюдать. И основная идея заключается следующее. Давайте предположим, что радиус Broadline region совпадает с... То, что принято называть кик-радиусом. Радиусом отдачи. А тогда мы можем найти... Вот здесь написано выражение для синуса и... Которое в обычной... Классической... Ой, виноват. Сейчас. В обычной... Классической теории это синус и через... Ширину линий и отношение радио-гвотранзин к радиусу гравитационному степени одна-вторая. Именно из вот... Из такого значения бириального фактора. Значит, она получается... Вот если вы туда подставите вместо RBL R-тик, Которое вот написано... Есть его выражение... Где-то на... Где-то... Там оно у меня... Там оно у меня переведено. У вас массы сократятся. И вот тут вы получите соотношение между синусом угла, Шириной линии и величиной скорости отдачи. И, зная синус и по поляризации о шириной линии и по наблюдениям, найдете скорость... Все, я кончаю. Вы найдете скорость отдачи. И, значит... Вот это было построено... Были сделаны... Определены скорости отдачи для многих... Эти... Построена кривая... Зависимая степень и поляризация скорости отдачи для разных ширин... Возможных линии. Последнее, что я хотел просто сказать, это следующее. Скорость отдачи из-за гравитационного именно излучения. Вот совершенно 8 декабря этого года появилась удивительная работа. Вот здесь она у меня написана. Лио, Афен и другие китайские коллеги, которые якобы утверждают, что они смогли найти гравитационный сдвиг... Броутлайн-риджин по отношению к другим линиям, которые на больших расстояниях. И по этому гравитационному сдвигу определить гравитационную массу. Эту гравитационную массу использовать в реальной... И тогда у них получается колоссальная скорость отдачи, Которая, если там было 3000-4000 километров, то уже несколько десятков тысяч километров. Таким образом, если это правильно всё сделано, то эти объекты являются исключительными объектами для поиска гравитационного сдвига. Вот. Последнее, что я хотел, это, конечно, показать портрет Виктора Викторовича Соболева, замечательного марта Викторовича Соболева. Мы отмечали недавно 100-летие. Иосифа Молчу будем тоже отмечать 100-летие. Вот у нас такая эпоха, 100-летие, 100-летие выдающихся. Всё, спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, один вопрос у нас есть. С кем-то с ним? Вы можете показать свою первую речь? Плать, где рисуете гравитационную массу? Сейчас попробую. У меня вопрос. Там гравитационная масса какая-то величина стоит? Наблюдаемая величина? Да. Наблюдаемая величина? Наблюдаемая скорость, да? Да, да. Наблюдаемая скорость равна вот той самой скорости. Нет, нет. Извините. У многого, наверное, синус. И поэтому синусы просто сокращаются. Нет, нет. Нет, нет. Это не так. Ухажение не так. Если там бис, то так. Если бис, то так. Если бис, то так. Если бис, то так. нет таких попыток обычно когда берут радиодиапазон то обычные слова такие это синхронное излучение а здесь это рассеяние в основном на электронах или релеевское рассеяние на нейтральных антонах нет это в диске да а радио от джетта там надо по-другому можно я только сейчас добавлю что сейчас есть Андрей Фабианы они говорят о том что на самом деле в основе джета лежит клазма нерелитийская и тоже рисуют в виде диска и вот если я применю теорию Соболева-Чендерсикара то я получу как раз позиционные углы направленные вдоль вот мы сейчас так выработали то есть какая самая большая среда значит значит есть сейчас я скажу значит есть фейро 51 вот тоже так с ним там получается так континуум 4,19 если я не ошибаюсь или 12 да ваш альфа 5,12 ну цифр 2 ну это знаешь о том что мы поговорим это в России это спасибо следующий докладчик последний перед первым это Георгий Хорожев расскажет нам о поиске кандидатов к квазаров на больших классных смещениях в каталоге здравствуйте моя работа посвящена поиску рентгенских квазаров среди в виде источников СДСС ангур мы проводили с помощью данных георгического красного смещения которые мы получали самостоятельно с помощью кода дело в том что поиск квазаров на больших трех является одним из важных этапов исследования эволюции темпов роста и массивных галактик на далеких красных смещениях существующие выборки квазаров на больших трех не дают ответа какая из функций светимости лучше всего описывают экспериментальные данные поскольку они все таки имеют недостаточный размер самая большая выборка функций для которой построена функция светимости квазаров на больших трех имеет площадь тридцатипланатных градусов она состоит из двух частей глубокой части обзора космос площадью 0,9 градусов которая произведена с помощью спутника Чандра и яркой части это обзор случайных наведений спутника Чандра в этой яркой части находится всего 87 источников с потоком они в основном лежат от потоков от 10-15 до 10-14 и половина из них имеет только фотолимфическое красное смещение и как мы видим вот здесь приведено несколько моделей кривых подсчетов для различных эволюций и осветимости и видно что если мы найдем достаточное количество объектов на потоках ярче 10-14 то мы можем существенно ограничить выборку моделей для для этого нам нужно найти больших базаров для их поиска требуется рентгеновские обзоры большой площади поскольку плотность таких объектов на небе невелика порядка одного активного квадратных градусов то требуется обрабатывать большие данные в рентгене которые требуют достаточно глубокой фотометрической спектроскопической поддержки большим количеством источников мы неизбежно столкнемся с тем что нам придется использовать фотометрические оценки красного смещения причем для построения функций светимости квазаров определяется требование что выборка должна обладать достаточной полнотой и она должна обладать высокой частотой то есть там должны отсутствовать ошибочно инфицированные звезды галактики и квазары на другом красном смещении есть данные случайного рентгеновского обзора XMNDR4 это данные всех наведений с 2000 по 2019 год каталог составлен источником в диапазоне 0.2 огром 12 площадь обзора на всем негативе СДСС составляет 300 квадратных градусов. В итоге у нас получился каталог из 64000 рентгеновских источников, которые имеют фотометрию СДСС. СДСС содержит в себе еще спектрометрическую часть. Примерно 20% всех источников имеют спектром СДСС. Среди них оказываются 279 источников, которые имеют красное смещение. Также мы добавили данные фотометрии для 50 объектов из каталога Flash. Данные для спектроскопии из каталога Flash. Там собраны гектроскопии из разных источников, диаленгенских квазеров. И также провели распореляцию с обзорами ТОМАСС. Это фотометрический обзор, импактивный обзор на всего небо в 3 фильтрах от 1 до 2 микрон. И с непрогрессовым обзором на всего небо в 4 фильтрах от 3 до 4 до 12 микрон. На левом графике представлена доля объектов, у которых чувствительность в фильтре Z и СДСС, это самый красный фильтр, такая, что ошибка на звездную величину не превышает 0,2. Такое ограничение позволяет гарантировать надежное измерение потоков в более голубых фильтрах, поскольку кваза первого типа, который мы ищем, имеет водорастающий степенной наклон в области высоких энергий. Также она помогает идентифицировать, точнее, красное смещение, то, что, начиная с Z в порядке тройки, фильтра U в G, начинает попадать скачок, связанный с поглощением на межбалактическом нейтральном водороде. И также это ограничение позволяет работать на тех же звездных величинах, что и спектроскопическое выбор КСДСС. Для оценки фотометрического красного смещения мы применяли программу EASY, которая основана на поиске оптимального шаблона, который наилучшим образом опишет реальную фотометрию плазара на данном красном смещении. То есть на сетке красное смещение перебирается шаблоны из библиотеки, сворачивается с кривыми пропускания фильтров, и находится разница между реальной фотометрией и свернутым шаблоном. Программа обеспечения учитывает межбалактическое поглощение. Дополнительно мы составили библиотеку шаблонов КВАЗАР, составили отдельную библиотеку шаблонов звезд, для которой была проведена отдельная интернация. Наши оценки на фотометрического красного смещения мы сравнили с известной выборкой КВАЗАР, о которой я говорила ранее, у которых помедлено красное смещение на Z больше тройки. Для оценки на разбросы фотометрических значений относительно скриптоскопических мы использовали стандартное значение, медиальное нормированное отклонение фотометрических от скриптоскопических оценок. Для нашей выборки оно получилось 7 сот. Так же смотрится на количество выборов, на процент выбросов, то есть на процент объектов, у которых мы неправильно меряем фотометрическое красное смещение. То есть все объекты, которые мы хорошо измеряем, они находятся вот в этом диапазоне, ограниченные вот этими у меня кривыми. Остальные объекты считаются выбросами. Таким образом, мы правильно меряем примерно по 90% квазаров фотометрических красных смещений. Требуются дополнительные фотометрические ограничения, поскольку звезды M-класса и галактики занимают примерно то же пространство цветов для широкополосной фотометрии с DSS, что и квазары назад больше тройки. Для этого мы ограничили цвет I-Z меньше на 6, поскольку известно, что звезды M-класса занимают область цветов I-Z больше на 6. И также по отношению х квадрата для наилучшего шаблона звезды, к отношению х квадрата наилучшего шаблона глазара на заданном фотометрическом красном смещении, мы отсекли другие звезды, которые не проходят по этому предыдущему. На данных картинках нарисованы все объекты с фикроскопической уборки из DSS, которые бы на кривой виске квадрата Z, имели минимум на Z больше тройки. И видно, что среди них оказывается примерно 25% известных звезд на Z больше нуля. И таким образом мы ограничиваем, просто практически полностью с надежностью 97% отсеиваем все эти звезды из нашей выборки. Источники, которые удовлетворяют выше указанным ограничениям, у нас оказались в каталоге из 846 объектов. Из примерно 129 объектов с известным спектроскопическим красным смещением нашим критериям отбора удовлетворило 2065. Не прошло по указанным критериям 64 объекта. Таким образом, относительно с фикроскопической выборки, полнота отбора у нас составляет 80%. Также мы нашли еще 350 источников, которые имеют минимум х квадрат на Z больше тройка, но у которых не имеют спектр. То есть это новые кандидаты на активные ядры галактики. Основная масса источников, конечно, находится на красных смещениях от 2,7 до 3,5. И мы вынуждены выбрать, были близкие границы 2,7 до 3, для того, чтобы из-за вот этого разброса значения Z-фот относительно Z-спект, у нас полнота объектов не падала. И мы построили распределение числа источников по красному смещению, рентгеновской светимости, звездной величине фильтрики и рентгеновскому потоку 0,5-2К. Белым показано распределение для всего каталога. Постойку мы знаем объекты Z-спект больше трех, то для них распределение показано серым, а штрихов 3 показаны объекты, у которых мы просто знаем, что у них есть какое-то измерение с токископическим красным смещением, неважно на тройке, на блоке, просто мы можем по спектрам классифицировать, что это за объект. Но в итоге у нас получается, что практически все объекты с светильностью больше чем 10-45,5, они имеют спектр LSDSS, то есть новых объектов здесь мы не находим. Но если у нас интересуют объекты с меньшими светимостями, то тут наш метод отбора на фотометрических операциях смещения может дать до полутора раз большее количество кандидатов, чем лисики и фаскопические образы издательств. Дальше, если мы захотим искать новые кандидаты, то мы должны уходить на звездные величины меньше 19,5, потому что для более ярких объектов тоже практически все спектры есть у SDSS. Также на вот этом графике видно распределение, сколько объектов на каждом красном смещении мы добавляем по отношению к спектроскопической выборке на Z больше 3. То есть для Z больше 4 мы можем также число новых кандидатов увеличить всего в полутора разных. В сравнении с фаскопическим выбором. Для сравнения с данными Калфунцо мы построили криву подсчетов Клазаров. Красным показано крива подсчетов Клазаров работы Калфунцо, черным показано логое-логое распределение для всех объектов нашего каталога. Поскольку мы знаем, что в наш каталог попали объекты с Z-спект меньше тройки, то если мы их исключим, то получим пунктирую. Если мы будем считать, что пускай все кандидаты, которые имеют спектра, окажутся ложными, то тогда друг у нас кривая логое-логое-логое-с пройдет где-то в этой области. И естественно реальное логое-логое-логое-с распределение будет лежать где-то между этими двумя кривыми. Все вот эти кривые, включая кофункцион, они поправлены на фотометрическую неполноту детектирования эквазаров в СДСС, поскольку СДСС оказывается недостаточно глубок для детектирования слабых эквазаров. Данная кривая показана здесь, но и также она была показана раньше. И эта поправка вносит свою большую неопределенность, поскольку она строится в предположении, что неполнота детектирования ВСДСС в СДСС третье ведет себя точно так же, как неполнота детектирования всех индиционерских источников, что не совсем верно. Ну вот мы получили каталог из 846 кандидатов, оказывается, наша выборка построена на площади, которая в 10 раз больше конфунцов, то есть 300 квадратных градусов вместо 30. Мы нашли гораздо больше объектов на потоках больше, чем 10-14, получили точность фотометрических оценок с разбросом около 0,07 при 11% неправильно идентифицированных квазаров, это все правильно, но это для спектроскопической выборки. Частота выборки больше 40%, при этом у 40 источников отсутствует спектроскопия, то есть они потенциально являются кандидатами, на которых можно было бы снять спектр и подтверждить или опровернуть, являются они квазарными, а тут больше тройки. Объекты каталога имеют, видимо, звездное увеличение меньше 21,5, и это делает вахтинодные кандидатами скопии на телескопах полутора градусов микробов вакулациях. Ну и также, поскольку часть выборки, она больше, ну так вот как 10-14, то это можно считать как тренировка для всего обзора герозита. Но также сам по себе каталог 3xMMDR4 ценен, поскольку на площади для потока 5 на 10-15, его характерная площадь в порядке 100 квадратных градусов, и еще долгое время не будет доступных обзоров такой чувствительности и с такой большой плотностью. Поэтому вот там необходимо уже сейчас проводить фотометрические отборы и спектроскопические наблюдения, и по этим данным уже можно построить нормальную функцию светимости. Мы уже начали проводить часть спектроскопической поддержки на телескопе АЗТ-33К, расположенной в Бурятии, с помощью спектрографа АДАН. Это авторы данного замечательного прибора. Мы провели наблюдение трех активных ядер-галактик. Здесь приведен пример для данного объекта, который по нашим оценкам имел фотометрическое красное смещение 3.2, но оказалось его спектроскопическое красное смещение 3.3. Он не был снят, несмотря на то, что он достаточно яркий, он не был снят в ОСД-СС, потому что рядом находилась звезда, которая мешала хорошему спектроскопическому нуждению. Ну, и также на этом графике наглядно видно, как работает программа ТИЗИС. Аппроксимируется, строится распределение хит-кладат от Z. Вот видите, в минимуме нарисован шаблон, который наилучшим образом описывает фотометрические точки SDSS. Поскольку рядом находится яркая звезда, то точки ТУМАС и ВАС на самом деле принадлежат яркой звезде, и здесь они рассматриваются просто как верхний предел. Потому что если аппоксимировать, если неправильно определить SDSS с ВАС, то получится просто неправильное определение красного смещения. Ну, и здесь нарисован спектр Клазаров, у нас тут больше трех, который получит удобный этот замечательный перевод. Благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Так, Кубик. Скажи, пожалуйста, переводик Клазаров для гидрона яркой галактики. Вот если сравнивать с тем, что яркой галактики и те же, например, бюджетки, какая доля галактики и галактики? Ну, я думаю, что вот так как мы используем рентгеновские данные... Ну и что? Он же сидит где-то в том месте галактики? Нет, ну, во-первых, в рентгене преимущественно мы видим галактики. Так ведь? Мы работаем только с рентгеновским выбором. Которые просто по умолчанию, на вот таких потоках 10-14, там будет только видно яркие глаза. Для того, чтобы видеть галактики в рентгене, находящиеся на таком красном свете... Ну, галактика слабее, да. Ну, она, да, она, во-первых, гораздо слабее, и во-вторых, вот просто, если мы возьмем обычные галактики, Вы обычные? Да, да. На таком же красном смещении. Просто у них за счет красного смещения, вот вся вот эта бальмеровская скачет, у нас эта тройка, он идет далеко за фильтры СДСС. И их просто не будет видно ни в ВАЗе, ни в СДСС. Нужны просто для этого более глубокие фотометрические отклонения. Нет таких галактик с такими сетями. Просто не существует. Ну да. Я вынужден, к сожалению, открывать этот случай. Ну все, сейчас будет первый раз на кофе, и там можно задать все вопросы на платочку. Вы указали, что у вас какие-то... Экономическое института, полнодавна. То есть, какие? Какая? 80% Гонка у вас, в связи с кеплом, подтвержденность 15-15 сетями тройком вашим кафе. А, ну... То есть, какой фронт работа у вас, другими словами? Ну, фронт работ 350, которые не имеют спектра. Дальше вы просто вычтите и получите 500. То есть, 500 объектов, которых мы знаем спектр. Из них G. Поэтому мы используем... Ну, у нас просто молоча. Первый раз на кофе у нас очень мало времени. Пятьсвенадцать. Пятьсвенадцать пятьдесят. Пятьсвенадцать пятьдесят. Все раз Queensland looking. Пятьсвенадцать семь